Усиление карантина в Одессе. Решение об установлении красной зоны приняли в Госкомиссии по вопросам техногенной экологической безопасности. Теперь Одесситам запрещено проведение массовых мероприятий, посещение образовательных учреждений, кроме дошкольных и спецучреждений для учащихся первых-четвертых классов. Работа торговых развлекательных центров, прием посетителей в учреждения общественного питания и работа продовольственных рынков, гостиниц, спортзалов. К ограничениям относят и работу субъектов хозяйственной деятельности, занимающихся торговым и бытовым обслуживанием населения. В червоной зоне позволено работать продовольственным магазинам, АЗС и СТО, аптекам, ветеринарным закладам, салонам краси и порукарням за передним записом, финансовым установам и закладам громадского харчевания, которые работают на вынос или за адресной доставкой. Красная зона без исключений коснется транспорта. Пассажиры смогут ездить на городских автобусных маршрутках, в трамваях и троллейбусах, но с определенными ограничениями. Рух громадского транспорта обмежен кількостью мест для сидения. Також обовязковым є масочный режим. Нагадую, що відповідальність за порушення масочного режима несе особа, яка його порушує. Напомню, Одесса изменила цвет зоны из-за ухудшения эпидситуации, увеличения количества заболеваний, высокая смертность горожан, включая медицинских работников. Кроме того, правоохранителям позволили применять жесткие меры к нарушителям за несоблюдение норм и требований ограничительных мер.